Всем привет! Сегодня я буду вышивать симпатичных крысят. Зовут эту крыску Шуня и их у меня будет две. Это дизайн прихваток от Людмилы с форума по вышивке. Конечно, это сувенирные прихватки, а не для того, чтобы ими пользоваться, но они очень милые. Надеюсь видео вам понравится. Жду ваши отзывы в комментариях под видео и подписывайтесь на мой канал. Приступим. Понадобится какая-то ленточка, за которую будут держаться прихватки, ткань для прихваток. Я буду использовать фетр желтого и серого цвета. Также нужна ткань для уплотнения. У меня это Slimtec с плотностью 150, но можно использовать любой другой уплотнитель. Например, девочки используют обычные хозяйственные тряпочки. Вышивать я буду в двух пяльцах. В пяльцах 130 на 180 я буду вышивать ушки, а в больших уже сами прихватки. В больших пяльцах помещаются сразу две прихватки, а в маленьких как раз ушки для двух мышек. Я запялила отрывной вышивальный флизелин и сначала надо вышить ушки. Дизайн уже в машинке и осталось заправить пяльца. Сначала вышивается контур ушек, после которых нужно достать пяльца. Сверху на контур нужно положить серый фетр. Для этого я складываю фетр вдвое и отрезаю по размеру вышивки с запасом, а затем разрезаю на две части. Нахожу лицо и изнанку и нужно зафиксировать фетр лицом вверх булавками за пределами вышивки и отправляю пяльца в машинку. Зафиксирую строчкой фетр, повторив опять контур ушек. В принципе можно было сразу положить фетр, так как дизайн как раз помещается ровно в пяльце. Я поменяла ниточки на розовые и продолжаю вышивку ушек. Вот внутренняя часть ушек вышита. Отрезаю лишние ниточки с лица и с изнанки. Дальше с изнанки нужно зафиксировать второй отрез фетра булавками и опять отправляю пяльца в машинку. Теперь вышивается зигзаг, который фиксирует верхнюю и нижнюю части фетра. После этого я достаю пяльца и убираю булавки. Отрезаю нитки и нужно отрезать фетр близко к строчке, не повредив при этом стабилизатор. Делать это нужно очень аккуратно. Фетр обрезаю и с изнанки и с лицевой части. На весу перед камерой это не очень удобно делать, поэтому я продолжу за кадром. Вот так выглядят ушки сейчас и я опять отправляю вышивать в машинку. Сейчас вышивается заключительный гладевой валик. Вы посмотрите какой он классный, прям лохматый получается. Ну вот, ушки готовы. Отрезаю ненужные ниточки. Удобнее их отрезать, пока дизайн в пяльце. И извлекаем ушки из стабилизатора. Подчищаю торчащие ниточки и стабилизатор, если он где-то остался. Разрезаю каждую часть на два отдельных ушка. Ушки готовы. Дальше беру большие пяльца. На пяльца сверху кладу уплотнитель, в данном случае Slimtex. Сверху фетр лицевой стороной вверх. Фиксирую по краям булавками. Я пока отрезать фетр не буду. Снизу пока ничего не кладу и отправляю пяльца в машинку. Выставляю натяжение нити. Обычно я ставлю натяжение 2,4. Фетр зафиксировался и сейчас вышиваются дырки на сыре. Затем вышивается контур мышек, после которого необходимо пяльца достать. Теперь обрезаю лишние ниточки. Затем беру серый фетр, отмеряю сколько нужно, чтобы перекрыть вышитый контур мышек с запасом и отрезаю два таких кусочка. Кладу фетр лицом вверх, перекрываю контур мышек и фиксирую булавками за пределами вышивки. Да, на этом этапе нужно было зафиксировать по контуру ушки, но я об этом забыла. Отправляю пяльца в машинку. Вышивается фиксирующая строчка и зигзаг, после которого нужно вытащить пяльца с машинки. Вот на этом этапе я поняла, что не прикрепила ушки и мышки чуть не остались без ушей. Пришлось подпарывать зигзаг и строчку и подкладывать ушки. Зафиксировала их булавками. Здесь я тоже подпарю и зафиксирую ушки. Вот такое тоже бывает. Теперь я опять отправляю повторно вышиваться зигзаг, чтобы зафиксировать ушки. После зигзага серый фетр необходимо обрезать близко к строчке. Я это сделаю за кадром, потому что перед камерой это не очень удобно. Вот так выглядит вышивка на этом этапе. Уже очень-очень мило. Дальше продолжаю вышивать по дизайну. Сначала вышивается контур, хвост и лапки. Затем вышиваются глазки, брови, нос и конечно усы. Как же без них? Вот такие они классные уже на этом этапе. С большими ушами. Убираю булавки и нужно зафиксировать уши булавками в центре, чтобы они не мешали в дальнейшей вышивке. Дальше нужно будет обрезать фетр и Slimtex. Я уже начала обрезать, но не надо было этого делать. Нужно отрезать фетр с этой стороны и его необходимо зафиксировать снизу перед тем, как обрезать. То есть сначала нужно вышить по контуру зигзаг и только потом можно будет отрезать фетр. Моя забывчивость сегодня продолжается. А еще на этом этапе необходимо зафиксировать ленточку для петельки. Фиксирую ее булавками и продолжаю вышивку. После того, как вышился зигзаг, можно отрезать по контуру фетр и Slimtex с лица и с изнанки, близко к строчке. Вот так выглядит вышивка. Край закроется гладевым валиком. С изнанки фетр нужно отрезать очень аккуратно, чтобы не отрезать случайно петельку. Осталось вышить совсем немного. И вот итог моих стараний. Это только часть поломанных иголок. Какие-то гнулись, какие-то ломались. Все вот на этом участке. Не знаю, что это мне понравилось. Все вышивалось замечательно. Без запинок, без ничего. А здесь не знаю, что случилось. Вышивала до позднего вечера. Пришлось потом все отложить. Немного понервничала, но все же мне удалось с утра закончить вышивку. Иголки ставила абсолютно разные. И тонкие, и потолще, и для разной вышивки. Поэтому так побила здесь стабилизатор. Закончить вышивку все-таки удалось. И вот, убираю булавки, открываю ушки и они как будто рождаются. Вот такая милота получилась. Это изнанка. Немного ниточка попала, но с изнанки это не страшно. Изнанка, в принципе, неплохая. Теперь можно их отделить от стабилизатора. Вот она милашка с большими ушами. Осталось немного почистить от лишних ниточек. И вот они, красотки. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok